В Хорошевском районе Москвы в Дни Трепета состоялась торжественная церемония открытия новой синагоги в жилом комплексе «Династия». Был внесен свиток Торы, а также установили мезузы. Синагога стала подарком общения от застройщика жилого комплекса, учредителей компании «Сезаргрупп» Исаия Захарьяева и Руслана Семенова. Подробности в нашем репортаже. Праздник по поводу открытия синагоги на северо-западе Москвы, внесения нового свитка Торы, а также прикрепления мезуз, стал настоящим торжеством Торы и благотворительности благодаря деятельности учредителей компании «Сезаргрупп» Исаия Захарьяева и Руслана Семенова. Мы здесь реализовали самое, наверное, главное в еврейской жизни – это открытие общинного центра синагоги, которое называется «Хорошевский». И все, кто сегодня были, все счастливы пошли погулять, как бы просто погулять по двору нашего, у нас закрытый комплекс, и вот все пошли погулять, и все отметили, что это вот синагога, это как бы общинный центр, который очень красивый, очень, как она бутиковая, как ты заходишь, как будто вот… Вот я честно скажу, мы были, когда смотрели помещение, когда вот это все выбирали, но вот давно я не был, и я зашел, как будто я вот здесь был. И вот сегодня у нас открытие синагоги, у нас открытие… у нас внесение свитка Торы, у нас открытие самого синагоги, у нас был главный раввинерси Беллазар, у нас были наши старшие братья, у нас были наши дорогие гости, и вот это все у нас, как бы все в комплексе у нас расположилось. И слава Богу! Перед тем, как зайти сегодня в эту потрясающую, красивую синагогу, мы прогулялись здесь во дворе, действительно, это такое место, где можно и хорошо жить, и самое важное, вот в этой хорошей жизни есть место, куда прийти и помолиться, встретить Шаббат, встретить Новый год, встретить просто еврея, соседа, это же как, ну, мне кажется, большое удовольствие. На церемонии присутствовал главный раввин России Беллазар, общественные деятели, члены еврейских общин, а также почетные гости. Раввином новой синагоги стал Йоси Липски. Потому что открывается здесь новая синагога, новая тора, новое начало. Каждый год мы верим, что Бог спускает вниз новую энергию, которой никогда не было. Вопрос, что мы делаем с этими возможностями, которые Всевышний дает нам. Я думаю, что как раз Иса и Рувен, они показали, что если Всевышний дает какие-то возможности, нужно сразу понять главный цель. Главный цель, чтобы потом было больше еврейства, больше духовности, настоящий подъем. Наша задача, задача фонда СТМЕКИ, где живут наши горские евреи, не только, чтобы там была синагога. Чтобы там была синагога. Или вот место, где могли собраться, чтобы молодые ребята собрались, чтобы они говорили о духовности. Чтобы им было заниматься теми, теми вопросами, которые когда-то занимались предки тоже, то есть и их родители. То есть, чтобы они были ближе к Богу. И сегодня вот в этом прекрасном районе, то, что открылся вот этот синагога и маленький общий центр, это, знаете, это большая помощь для тех людей, которые здесь живут. Потому что я знаю, что каждый днем все много-много людей соблюдают шаббат, молятся. И я прекрасно знаю, что для них, чем ближе будет вот эта синагога, тем они будут мало нарушать. Внесение нового свитка Торы в синагогу всегда большой праздник, на который принято приходить всей семьей и приводить друзей. Это один из самых значительных обрядов жизни еврейской общины. Перед тем, как вложить Тору ворон-кодыш, мужчины долго танцевали со свитком. Этот день стал новым витком в жизни евреев на северо-западе Москвы, где явно ощущался недостаток еврейской инфраструктуры. Жилой комплекс «Династия» предоставил помещение под синагогу из трех комнат, что особенно важно, так как в комплексе проживают множество еврейских семей, и теперь у них будет возможность прийти и помолиться, найти духовное вдохновение и общение с близкими по духу людьми. Смотрите, обычно вообще каждый день это хорошо для открытия синагога. Но есть перед Йом-Кипур, перед такой день, что мы постараемся очистить перед Всевышней, это очень большая заслуга – открыть еще одно место для Всевышнего, еще дом Всевышний, что там будут, конечно, всегда молиться, делать добрые дела, хорошо для евреев. И это для нас еще одна большая заслуга, один большой ангел там на небо, который помогает молитвами. Кроме религиозного назначения, синагога будет выполнять функцию общинного центра. Ежедневные и субботние молитвы, детские программы, и в ближайшее время заработают проекты для молодежи и женщин. И главная наша задача – дойти до каждого еврея, чтобы они поняли, что еврейство – это сладко, это правильно, это классно. И сделать так, чтобы даже для всех жителей вот этого места, да, то есть было вот это место таким правильным местом, не только для евреев, для всех, для всех, для всех, да. И оно так будет, почему? Потому что наша Тора говорит, что у нас есть 613 заповедей. С одной стороны, есть еще 7 заповедей, с другой стороны, да, для того, чтобы всем давать правильные ценности, чтобы они все понимали, что Бог един. Учредители приглашают всех евреев, живущих неподалеку, посетить новую синагогу в жилом комплексе «Династия» и принять участие в ежедневных молитвах.